Интонация недели выставочная. Этими днями в Могилевской области открылось сразу несколько художественных выставок. В галереи Бобруйского художественного музея выставка Анатолия Ананича. В Могилевском художественном участников пленера образ Родины в искусстве имени Белынского Берули. А в выставочном зале музея истории Могилева художники и скульпторы представили свое видение мира на выставке областной организации Союза художников в Беларуси. Выстава Могилевская фанфара – это сбор творов разнобаковых мастаков и скульпторов. Творчие люди делятся своим поглядом на житё. Король и пешки – спродвечная тема громадства людей, и так называется картина Ленины Сиваковой. Я кажусь, житё – это белое и черное. То же самое, это самые шахматы, это как наше и громадство. Зимовый краевит Юра нестя рука на помин, что винта из камен. Зима близка. Причим, это сделано при допомоге современной мастацкой мовы, где ритм фарбу и пляму створает уражение. Ну, как у ведомой песни спевается, что каждый период года – это некое счастье для человека, и просто треба знаходить свои некие для себе цикавости и некие якости, потому что на самой справе, это же не мы створили зиму, мы должны принимать, как есть. А эта картина называется «Эпилог», причем выява Саддама Хусейна символично написана попелом. Вот он родился с прахом и в прах Адыде. Как сучасник взаимназирал его взлет, когда он был на вершине, и тот трагичный финал, до которого он пришел, человек, который имел необмежаванную владу, фактически был шейхом-султаном, и как он закончил. И мне просто экранная драма конкретного человека. Мастетские творы – это нагода спиняться и задуматься. Выставу «Могилевская фанфара» можно наведать у зале Музея истории города до конца вересня.